Друзья, всем привет! Продолжаю работу на своей маленькой квартире в 3 с квадратных метров в студии для себя. Сегодня в видео хотел бы поговорить про коммуникации. То есть про коммуникации как в плане инженерных систем, так и коммуникации с различными органами, в обслуживании которых мы находимся. Так, в целом, что у нас тут? Все смонтировано, мне немножко не хватило минваты. Сейчас как раз жду доставку. Заказал еще 6 квадратов Акустик Бац, сюда запихаю и закрою оставшись профлистом. Также, оказывается, сейчас сетка приедет, соответственно, начну их раскладывать. Ну и ОСБ, чтобы нарезать подставочки под маяки. Это что касается стяжки, ничего необычного. Так что рассказывать не буду. Давайте по коммуникациям сначала пробежимся, по стоячкам, а потом же расскажу про свои отношения с разными компаниями. Так, по отоплению, значит, здесь имеется один стояк, в этом плане мне повезло, всего один небольшой геморрой. Как мы часто оставляем на объектах опалубки, так и здесь я оставил такую большую достойную опалубку. Многие заказчики боятся этих опалубок, начинают волноваться, что потом с ними делать. Ну, просто заливаете, и потом все. Обычно это делают те, кто продолжает ремонт. Вот, если вы хотите, я говорю, всегда могу залить, потом раздолбите обратно. Поэтому здесь у меня металлопластик, чтобы сюда засунуть пресс от центра стойка, должно быть 60 см, у меня вот здесь сейчас опалубка сделана 70 см. в ширину, в глубину. Сама вот сейчас отверстие 25 см, плюс еще доска будет, то есть 27 см. Ну, комфортно можно будет сюда две руки засунуть, работать, и потом прямо целиком это все залить. Поэтому оставляю, тем более сезон отопительный скоро заканчивается. Будет проще отключить потом, чем пока еще горячие батареи. Дальше. По газу. По газу пока вообще ничего не трогаю. Дело в том, что еще до конца непонятно, как что будет. Ну, он будет переделываться. Но об этом чуть больше скажу. Так, здесь стояк с водой. В целом напор хороший, поэтому стояк я менять не буду. Единственное, есть желание поменять старенькие краны. Их здесь две штуки. Наверное, это я совмещу вместе с отключением отопления. Также попрошу отключить стояк и просто поменяем краны на новые. Все. Следующая тема. Тема у нас по стояку. Значит, во-первых, я помните, много говорил, что буду делать звукоизоляционную трубу с Калан, Остендорф, там, либо Рихау. Но в итоге все-таки решил делать обычной серой пластиковой трубой Остендорф. Дело в том, что я когда посчитал, что вот, допустим, взять двухметровую трубу, метровую трубу, компенсатор и плюс тройник. Вот если взять это шумоизоляционное все, только вот эти вот четыре элемента выходили примерно в 15 тысяч рублей. Вот. Тогда как бы здесь вот эти все трубы, плюс там уголки. Сейчас еще будут там, значит, отводики, приедут еще трубы 50-й канализации. В общем, все-все-все вместе там с герметиками. Это все выходит там в районе 5-6 тысяч рублей. Поэтому я решил, тем более, что здесь я буду зашивать, в любом случае, коробом. Поэтому взять хорошую звукоизоляцию, тот же Acoustic Buds, упаковка которого стоит примерно 2600 квадратных метров, и полностью заизолировать будет нормально. По поводу все-таки снижения звука было принято решение делать прямиком. Здесь есть некоторая несовосность, то есть 8 сантиметров смещения. То есть здесь так труба, а здесь она немножко на 80 метров уходит. Был вариант сделать с уголками, кое я и приобрел. Но потом решили, что сделаем немножко подыскос, чтобы не было лишних углов, соответственно, не было лишних шумов. То есть все сделано прямиком. Понятно. Здесь вывод на инсталляцию пойдет. Здесь у меня уже пойдет туда вдоль стены в ванну, там ситиральная машинка и на кухню. Но это все уже пойдет по стенам, потому что ну, чтобы соблюдать нормальные уклончики. Так. По поводу, кстати, замены стояка спасибо Дмитрию Панину. Правда, менял не он сам, но менял его помощник, тоже сантехник, товарищ Максим. С Максимом встретились в 7 утра, я ему дал ключи и сам потом вернулся в час. Когда я вернулся, была, конечно, печальная картина. Бадейки все были полные, ведра полные. Как я и говорил, надо мной получается в этот стояк сливается 8 квартир. Несмотря на то, что Максим туда сходил, предупредил, ну, кто открыл двери, но это не сильно помогло. Поэтому Максим тоже был мокренький. В общем, здесь случилось все неприятное, что могло случиться. И не один раз. Поэтому всю одежду Максим выкинул после завершения работы. Здесь все было в лужицах, потом еще подсыхало. Изоляция использовалась в качестве сброса, то есть как гибкая. И также Максим сказал в конце, что не надо ее использовать, ее нужно выкинуть. Просто выкини ее, пожалуйста, и все. Поэтому дальше я вдаваться подробностей не буду. В общем, все, что вы можете представить себе самое неприятное, к сожалению, здесь имело место быть. Ладно. Так, это что касается наших коммуникаций. Собственно, все. Теперь давайте, ну, по-либо-либо, понятно, ничего не изменилось. Теперь давайте по взаимоотношению с организациями. Первое, мои любимые ЖКС, ЖКС номер 2. Помните, они мне позвонили после демонтажа. Я их послал вежливо. Через месяц пришло письмо мне обычное. Такое ощущение, что они пришли, кинули в почтовый ящик, потому что там как-то странно было от руки подписано. Ну, короче, там, как обычно, с стращениями, угрозами, что подойдут в суд, немедленно все вернуть, много умных слов и так далее. Вот. Но потом у них еще одна хитрость. Это как с повестками. Помните, в армию, не знаю, как сейчас это делается. То есть, важно, чтобы понимать, что человек получил весточку. В общем, они прислали еще через госуслуги тоже письмо. Я тоже схитрил, я не открыл его, то есть, я видел, что оно пришло. Причем, пришло одновременно. Пришло бумажное и прям в тот же день практически пришло на госуслуги. Я увидел, что оно пришло, но сделал вид, что я его не увидел, не открывал. Вообще, в планах у меня есть идея согласовать перепланировку, просто сейчас до конца не ясно, какая она будет. Вообще, так как у меня здесь внизу коммерция, то можно перенести как угодно мокрые зоны, но на самом деле я ничего такого сверхъестественного сделать не буду. Как была мокрая зона, там туалет, ванна, так все и останется. Поэтому, но это будет чуть позже, но просто будем посмотреть, как там ЖКС. То есть, после этого момента прошло уже, крайне срок был поставлен, по-моему, 20 числа марта, сейчас у нас уже конец апреля, то есть, больше не звонили, не писали, наверное, подали в суд. Ну, буду рассказывать по ходу. Ладно, это про нелюдей, теперь давайте про нормальные организации, которые нас обслуживают. Начнем, допустим, с газа. Газовщики. Здесь, как я говорю, я не буду их вызывать, потому что ничего переделывать не буду. В целом, здесь есть кран. Если, не если, а когда буду переделывать, просто вызову нормального газовщика, ну, сварщика труб перекроют и сварят мне трубами, чтобы не было вопросов. На самом деле, я только сталкивался с газовщиками, у них все просто. У них, во-первых, нету никаких чертежей, как проходят трубы, поэтому, если, допустим, через вашу трубу, через вашу квартиру идет труба, транзитом, ну, просто сверху вниз, да, к вам идет отвод. по идее, вы можете зашить фальш стеной, оставить только отвод. Я видел такие ситуации, когда приходят газовщики, смотрят тупо на эту стену, видят, что из нее выходит железная труба и все. на вопрос, а вы знаете, как проходят коммуникации, всегда говорят, нет, мы не знаем. То есть, они всегда приходят, смотрят по факту. Им важно следующее, чтобы все было сделано металлом, то есть, они там не приемляют никакие тройники, там, зевткофулса, нержавейку и прочее. Это раз. И второе, другие проверяющие проверяют, чтобы в базе, там, у вас официально была установлена газовая колонка и газовая плита. То есть, от этого зависит тариф. На самом деле, это две основные причины, две основных момента, которые они контролируют. Все остальное, по большому счету, им по барабану. Вот. Поэтому, если вы глобально не делаете никакую перепланировку, там, не тянете газ куда-то, совсем в другое место, то в целом можно спокойно сделать газ как тебе нужно и никто никогда не узнает, что там одна труба была на метр левее. Этой информацией никто практически не владеет. Так. Это что касается газовщиков. С ними вообще я не общаюсь. Следующее. Петроэлектросбыт. Вызвал я инженера. Это, кстати, к слову, когда начинаете ремонт, планируете. Как можно быстрее обращайтесь в электросбыт, потому что они говорят, что в течение полугода. Ко мне инспектор пришел через 3 недели примерно после подачи заявления. Сейчас, значит, система немножко изменилась. Раньше было все проще, сейчас немножко все сложнее. Как делалось раньше? Мы, ну, я тоже в предыдущей квартире ремонт делал. То есть, подал заявку, пришел инспектор, снял показания счетчика, ты оплатил эти последние показания, после этого ты счетчик срезал, выкинул, все, делаешь ремонт. В конце ремонта собрали щит, ставили туда любой счетчик, который тебе нравится, на один рейку, главное, чтобы было гармонично, красиво и так далее. Все, вызвал того же инженера, пришли, опломбировали, проверили, записали номер, поставили на учет, платите. Это было раньше так, но, тоже, делая, как-то раз квартиру под ключ, я собирал щиток и заказчик принес, привез счетчик, купленный в нужном месте у нужных людей. Нужные люди, кстати, те же работники Петроэлектросбыток, которые вот торгуют такими переделанными счетчиками. Значит, он выглядит как обычный, опломбирован, все нормально, но внутри там есть встроенные какие-то микросхемы, которые управляются с помощью брелка, то есть, для того, чтобы скручивать электроэнергию. Я думаю, в первую очередь, с этим связаны изменения, это раз. И второе, как мне сказала инспектор, когда приходила, что те счетчики, которые сейчас ставятся, они ставятся с модулями, передающими данные онлайн, то есть, чтобы в дальнейшем никто ходить не будет, то есть, вся информация будет автоматически передаваться. Но, таких счетчиков всего три типа, по размеру они примерно как эти же, то есть, больше не будет никаких аккуратненьких счетчиков на один рейке. То есть, это будет отдельная большая дура, которая должна будет стоять отдельно. Вот. И также, сейчас сняли показания, и счетчик убирать нельзя. То есть, надо также продолжать по нему платить, до момента, пока к тебе не придут, не поменяют на новый счетчик. Вот. То есть, вот такой вот геморрой. Ну, кстати, мне предлагали, где-то полгода, год назад звонили, говорили, что вы по программе подходите на замену счетчиков, но я, не зная этого, думал, что будем делать ремонт, все равно поменяем. То есть, можно было раньше, чтобы люди пришли, поставили этот счетчик, мы бы с этой новой дурой здесь жили. А так будем жить со старой дурой. Так, это что касается электричества. Ну, по канализации все понятно, ЖКС все понятно. И еще один момент такой интересный, это оператор, в котором пользуется интернет. В старом фонде есть небольшая проблема, здесь очень небольшой выбор операторов. То есть, в доме часто бывает один оператор-монополист. Когда мы сюда переехали, здесь была сумма телеком, такая нормальная компания, мне в целом все устраивало. тариф был там, он и сейчас почти такой же, 500 рублей в месяц безлимитный интернет. Что мне радует сумма телеком, то, что у них было все просто. Не заплатил, заблокировали. То есть, пытаешься зайти в интернет, тебя сразу на главную страницу перебрасывает, дорогой оплати и пользуйся. Оплачиваешь, пользуешься. Таким образом, можно было, уезжая на дачу летом, в отпуск, в общем, можно было не следить за этим делом. То есть, ну, кончился оплаченный период, все, интернета нет. Приехал, оплатил дальше, пользуешься. Но, потихонечку, компания сумма телеком, не знаю, что с ней случилось, померла или нет, но, в общем, пришел на смену очередной монополист, который терпеть не могу, это компания Ростелеком. Вот, я знал о том, что это произошло там, где я живу, вот, потому что мне стали, вместо человеческих там сообщений, начали приходить бумажные квитанции дополнительные от Ростелекома. бумаги у них много. И в этой квартире тоже, но, когда мы здесь съезжали, квартира сдавалась, я вроде как отказался, и потом жильцы переоформили, как я думал, все на себя, потому что, ну, мне не приходили сообщения, никак я не взаимодействовал с этой компанией. И когда, значит, люди съехали, съехали они у нас, в декабре, сейчас апрель, ну, съехали и съехали. Все, время течет, я думаю, не заморачиваюсь. И тут приходит, мне присылают сообщения, ну, бывшие жильцы, о том, что, следующее содержание, что компания Ростелеком подает на меня в суд за то, что я неопла... есть неоплаченная задолженность. Короче, оказалось, что здесь система, так сказать, отложенного платежа, то есть, не важно, что ты не пользуешься интернетом, важно то, что время идет. Таким образом, у меня там за 4 месяца набежало, ну, там где-то 2,5 тысячи рублей. Вот, я пошел в Ростелеком, объяснил ситуацию, говорю, ну, мы не пользуемся, там, трафика же нет входящего, ну, типа, нет, уже не волнует. Я говорю, ну, хорошо, горите в аду, оплачиваю, говорю, давайте тогда расторгаем договор. Нет, договор расторгнуть нельзя, вы до конца месяца еще, значит, допользуйтесь интернетом, и в конце месяца вам выставим еще счет, вы его оплатите, тогда закроете. Вот, такая замечательная компания, вот, после этого позвонил мне менеджер, там еще такой бред, уговаривал меня, типа, давайте не разрывать, давайте заморозим, но я сказал, что я лучше буду пользоваться мобильным интернетом, чем с компанией Ростелеком, поэтому, Ростелекома здесь не будет точно, если придет какая-то другая компания, заведу. Так что, такие моменты, будьте с этим тоже осторожны. Что еще сказать? Так, электричество, интернет, газ, ЖКС, все рассказал. Все, продолжаю ремонт, как вы видите, я тут начал гнездование, это, наверное, проблема всех тех, кто делает самостоятельно. Стеллажик сделал, сейчас еще, арматурки вобью, еще один стеллажик, чтобы вот это все шурум-бурум весь куда-нибудь закинуть. Все, друзья, следующее включение будет, наверное, уже после стяжки, а может, таймлапс сделаю, посмотрим. Все, всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok